Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас будет обзор шести пластинок альбома Мастеров Папец за авторством группы Металлика. Итак, в наличии у нас первый американский пресс на лейбле Электро, первый японский пресс на лейбле Sony CBS, переиздание 1987 года двойной на сорокопятках на лейбле Music4Nations, переиздание европейское на лейбле Vertigo 1989 года, переиздание 2008 года на лейбле Universal и, наконец, переиздание на лейбле Blackneck 2017 года. Что ж, давайте рассмотрим каждое из этих изданий поближе и поговорим о самом главном, о звуке. А перед этим хочу пригласить вас на выставку-продажу Vinyl by Moscow High End Show, которая пройдет 28 и 29 сентября в Холиде Интаганский по адресу simonovskyvaldon2, где вас будет ждать винил из частных коллекций, первопрессы, раритеты, новоделы, распродажи от известных магазинов. Также катушечные магнитофоны, альбомы на магнитной ленте, головки звукоснимателей, тонармы, трансформаторы и фонокабели. Вход на выставку свободный. Более подробная информация будет по ссылке в описании под видео. Итак, Master of Puppets или в переводе «Кукловод». Третий студийный альбом, выпущенный 3 марта 1986 года на лейбле «Электро». Это последний альбом группы, в записи которого принял участие бас-гитарист Клифф Бёртон, трагически погибший во время гастролей в Швеции. Это первый альбом, ставший платиновым в жанре трэш-метал и не зря, поскольку со стороны критиков он был высоко оценен и включался во многие рейтинги лучших записей всех времен. В 2016 году запись была внесена в Национальный реестр библиотеки Конгресса США как культурно-исторически и эстетически значимая. Дизайном обложки занималась группа совместно с Питером Мэншем, тема которой – манипулирование людьми. В 1986 год многие критики назвали пиком трэш-метал, ведь помимо «Металлики» и «Master of Puppets» также вышли гениальные произведения «Raven and Blood» от группы Slayer, «Peace Cells» от группы Megadeth и «Amanda Living» от группы Anthrax. Ну а мы давайте перейдем к нашим экземплярам и начнем, конечно же, по хронологии с американского первого пресса на лейбле «Электро». К полиграфии абсолютно никаких замечаний, все достаточно четко, красиво и контрастно пропечатано. С обратной стороны трек-лист, фото участников группы, состав и прочая информация об издании. Пластинка находилась вот в таком внутреннем конвертике с текстами композиций, фотографиями группы и также информацией об этом альбоме. Что можно сказать по звуку на этом издании? Если коротко, то звук мне очень понравился. Наиболее сбалансированная частотная характеристика, никаких провалов ни в низких, ни в средних, ни в высоких частотах здесь не наблюдается. По динамическому диапазону, опять же, никаких проблем. Динамический диапазон достаточно высокий и никакой компрессии я здесь не слышу. Что же по дефектам? Дефектов я здесь тоже никаких не заметил, правда, стоит отметить, что пластинку я тут покупал запечатанную и слушал я ее, ну, наверное, не более пяти раз. Соответственно, пластинка в состоянии минт, поэтому никаких шуршалок и щелчков здесь нет. Что же по читаемости? Опять же, приятный сюрприз. Пластинка читается превосходно, никакого падения качества ближе к яблокам я не заметил. Моя итоговая оценка этому изданию 10 из 10 баллов и цена сейчас на него составляет примерно 100 долларов. Ну а мы давайте перейдем к японскому первому прессу. К полиграфии, опять же, никаких замечаний, все очень красиво, четко пропечатано. Причем по цвету мне этот конверт нравится даже больше, чем американский. Здесь меньше красного, картина более темная, ну и в целом как-то приятнее глазу. С обратной стороны особых изменений нет. Трек-лист, фото участников группы, штрих-код и прочая информация. Внутри у нас есть две цветных односторонних вкладки с теми же самыми фотографиями группы, что и на обратной стороне конверта. Бумага тоненькая, но качество отличное. И вот такая вот вкладка, с одной стороны информация на японском языке, трек-лист. А на внутренней стороне у нас все то же самое, что на американском внутреннем конвертике. Что же у нас по звуку здесь? На самом деле можно отметить потрясающее сходство с первым прессом на лейбле Электро. Частотная характеристика также очень хорошо сбалансирована, но есть маленькие отличия. В частности, в среднем диапазоне, как мне показалось, середина немножко помягче. Высокие частоты чуть почетче. В остальном потрясающее сходство. На самом деле эти отличия могут даже и не все услышать. Что по динамическому диапазону, динамический диапазон также на высоте, никаких проблем замечено не было, компрессии не слышно. Единственное стоит отметить то, что пластинка записана на 2 децибела тише, чем американское издание, что естественно может утрировать дефекты массы. Но, поскольку это японское издание, а мы все знаем, что японские пластинки одни из самых лучших по качеству массы, здесь дефектов, опять же, никаких не наблюдается, читаемость превосходная, никаких щелчков, шуршалок замечено не было. Цена за полный комплект с убежкой и постерами сейчас составляет примерно 220 долларов. Если вам достаточно только пластинки конверта, цена начинается где-то от 120 долларов. Моя итоговая оценка этому изданию 9 из 10 баллов. Почему 9, вы поймете чуть-чуть позже. Ну, а мы давайте теперь перейдем к двойному переизданию на Libby Music for Nations. По полиграфии просто потрясающе. Все очень красиво, четко пропечатано. Цвет баланс также отличный. На мой взгляд, это пока что лидер по качеству полиграфии. С обратной стороны все то же самое. Треклист разделен теперь на 4 стороны, соответственно. Фото и информация об издании. В гейтфолде вся та же самая информация, что находилась на внутреннем конвертике американца и на вкладке японского издания. Качество полиграфии также на уровне. Внутри у нас присутствует вот такая вкладочка для заказа мерча и красивый большой постер. Что же у нас по звуку здесь? На самом деле очень удивляет то, что двойное английское издание практически ничем не отличается по звуку от предыдущих двух. То есть частотная характеристика имеет потрясающее сходство как с американским, так и с японскими первыми прессами. Также с учетом того, что это двойное издание, еще и на 45 оборотов, пластинки записаны немножко громче. То есть примерно на 1 дБ громче, чем электроиздание и примерно на 3 дБ громче, чем японское первое издание. С динамическим диапазоном также никаких проблем замечено не было, компрессии не слышно. Что же по дефектам? С учетом того, что пластинки на 45 оборотов, в связи с этой скоростью дефектов может быть в полтора раза больше. Тем не менее, пластинки мне попались в очень хорошем состоянии, где-то в состоянии нир-мин. Единственное, на первой стороне в самом начале присутствует маленький песочек, но буквально к вступлению трека Баттери он исчезает. Связано это скорее всего с тем, что предыдущему хозяину пластинки трек Баттери нравился больше всех. Что же по остальным дефектам и читаемости? Естественно, опять же, возвращаясь к скорости 45 оборотов, читаемость здесь на высоте. И я могу констатировать тот факт, что даже на дешевых головках звукоснимателя с простенькой заточкой проблем с считаемостью здесь не возникнет. Цена на это издание составляет примерно 100 долларов в хорошем состоянии и полном комплекте. Моя итоговая оценка также 10 из 10 баллов. Мне на самом деле это издание понравилось немножечко больше, чем даже Электро. Ну а мы давайте теперь перейдем к переизданию 1989 года на лейбле Vertigo. По полиграфии все достаточно качественно. Единственное, преобладает такой желтый оттенок на фоне предыдущих изданий, но четкость и контрастность на уровне. С обратной стороны все стандартно. Трек-лист, фото участников группы и прочая информация об издании. Пластинка находится во внутреннем конвертике уже со стандартным оформлением. То есть с текстами композиций, фотографией участников группы и прочей информацией. Вот это издание уже заметно отличается от трех предыдущих. Первое, что бросается в глаза и на что обращаешь внимание, это на появление красивого упругого баса. Причиной такого заметного баса является еще и более скромная середина. По высоким частотам это издание очень похоже на Music Four Nations. По динамическому диапазону здесь опять же никаких проблем абсолютно не замечено. По громкости это издание точно такое же, как первое японское. То есть на 2 дБ тише, чем Электро. Что же по дефектам, могу сказать, что здесь потрясающая масса, никаких дефектов я не заметил, никакого шипения, шуршания и прочего. Читаемость здесь, что меня тоже приятно удивила, потрясающая. Никаких проблем с падением качества ближе к яблоку. Цена на него сейчас составляет примерно 55 долларов и моя итоговая оценка 10 из 10 баллов. Переиздание на лейбле Universal. Полиграфия очень похожа по цвету, по оттенку на японское издание. Но здесь бумага чуть похуже. Но в целом для переиздания очень неплохо. А вот с обратной стороны у нас уже наблюдается такой откровенно розовый оттенок на всех фотографиях, что немножко портит впечатление. Информация об издании. Вместо внутреннего конвертика здесь у нас двухсторонняя вкладка. С той же самой информацией и фотографиями участников группы. На этом издании, друзья, со звуком у нас начинаются серьезные проблемы. В частотной характеристике преобладает визжащая середина, отсутствие баса и отсутствие четкости на высоких частотах. В общем-то хуже уже, наверное, и некуда. Но есть. Динамический диапазон здесь также пострадал. Здесь сильная компрессия, причем ее и слышно, и видно. Обратите внимание, вот так вот выглядит у нас переиздание на лейбле Universal. А вот так выглядит оригинал на лейбле Electro. В связи с акцентом на средние частоты, еще и компрессии, получился у нас яркий акцент на гитары и на голос. Но потерялось при этом все остальное. В общем и целом, кстати, по массе здесь тоже есть некие проблемы. Масса здесь шипит, особенно в тихих местах это хорошо заметно. Причем шипит не только фонограмма, но и действительно сама масса. Помимо этого, пластинки отпечатаны в Чехии. Но, что касается щелчков и шуршалок, в общем-то, достаточно терпимо. Другое дело, то что пластинка выглядит, ну, как-то грязно и залапанно. Издание на лейбле Universal выходило в Европе на Warner Brothers в Соединенных Штатах. Но что самое интересное, матрицы на них абсолютно одинаковые. Пластинки и там, и там отпечатаны в Чехии. Цена на это издание сейчас составляет 25 долларов. Моя итоговая оценка 5 из 10 баллов. Строго не рекомендую. Ну, а мы давайте перейдем к нашему переизданию 2017 года на лейбле Blacknut. По полиграфии в точности повторяет предыдущее переиздание на лейбле Universal. Даже бумага очень похожа. В общем и целом, очень неплохо. С обратной стороны все тот же розовый оттенок на всех фотографиях. Поменялась только информация об издании. Внутренняя вкладка очень похожа на вкладку из предыдущего переиздания. Единственное, она немножко меньше по размеру. И отличается небольшими нюансами. Пластинки на лейбле Blacknut я уже слышал. Даже в коллекции у меня есть несколько альбомов. Поэтому за звук я на самом деле особо не переживал. А на самом деле зря. Поскольку вот это издание меня немножечко удивило. Причем не с лучшей стороны. В чем же здесь проблема? Давайте по порядку. И начнем естественно с частотной характеристики. Если сравнивать сэмплы вот этих всех шести изданий. Особенно если переключиться на лейбл Blacknut с предыдущего Universal. Возникает такой специфический эффект полузаложенности ушей. Особенно этот эффект заметен на гитарных партиях. В частности на вступлении к треку Battery или Welcome Home. По басу это издание на самом деле очень даже похоже на Vertigo. Что является скорее плюсом. Но высоких частот буквально чуть-чуть здесь не хватает. Но на самом деле это не самая главная беда. Больше всего меня удивило то, что оно записано тише на 5 децибел, чем американский первый пресс. Это уже достаточно серьезный недостаток. Поскольку могут утрироваться дефекты массы. И даже если вы купили новую пластинку и у вас все чистенько. Имейте ввиду, что дорожки здесь более хрупкие, чем скажем на первых изданиях. Но тем не менее, по дефектам, дефектов я на этом издании никаких не нашел. Достаточно тихая масса, никаких шуршалок, щелчков нету. И читаемость тоже вполне приличная. Цена на это издание сейчас составляет примерно 20 долларов. И среди пожалуй всех изданий это самое дешевое. Поэтому моя итоговая оценка 7 из 10 баллов. В общем-то вполне слушабельно, но есть варианты, как мне кажется, и получше. Ну а мы давайте еще посмотрим, в каких изданиях этот альбом выходил. В частности, конечно же, этот альбом выходил еще и на лейблю Music Four Nations на одном виниле. Но брать я его категорически не советую по как минимум двум причинам. Он у меня был в свое время, я от него избавился моментально. Первое, что бросается в глаза, оно очень тихо записано. При том, что с обеих сторон пластинка записана по самое яблоко, достаточно близко. Но очень тихо. Помимо этого, частотная характеристика также меня не очень впечатлила. Оно звучало достаточно плоско. Забавная ситуация, с учетом того, что я почему-то думал, что если выходит издание на одном виниле и на двух винилах, то звук должен быть очень скош. Но нет. Помимо этого, стоит одно винильное издание примерно 85 долларов, то есть всего лишь на 15 долларов дешевле, чем двойник. Ну и не будем забывать, что постера в нем нет. Среди бюджетных решений могу отметить французское издание на лейбле New Electric Way. Стоит оно сейчас примерно 50 долларов. И в 87-м году выходил этот альбом в Бразилии. И сейчас его можно найти за 45 долларов в хорошем состоянии. Но вопрос, стоит ли искать бразильское издание. В Австралии этот альбом выходил на лейбле WEA. Сколько оно сейчас стоит, сориентировать не могу. На дискоксе, к сожалению, сейчас ничего не продается. Но последние продажи были явно выше 100 долларов. Цены на канадские издания начинаются примерно от 165 долларов, что, согласитесь, весьма немало. Также выходили еще клубные издания в Штатах и в Канаде. Начинаются они примерно сейчас от 200 долларов. Чем они характерны? Тем, что, во-первых, многие печатались не по DMM технологии, и были более толстые и тяжелые. Самое интересное, что отзывы на них говорят о том, что они звучат лучше, чем обычные американские и канадские издания. На самом деле, я готов это подтвердить, поскольку у меня было в свое время клубное издание альбома Injustice for All. Там действительно пластинки были более толстые и тяжелые, и звук там мне понравился больше. Но там был существенный дефект, был пропущен фрагмент на Harvest Rose Sorrow, поэтому пришлось от него избавиться. Что по Master of Puppets, не могу сказать, клубные издания я не слышал. В отзывах о клубных изданиях написано, что отличаются они более красивыми, яркими, высокими частотами. Опять же, подтверждаю, потому что с Injustice for All у меня такая же ситуация ровно была, когда я сравнивал клубное издание с стандартным на Лейвле Электро. Ну и обратите внимание, что у нас корейская цензура сотворила с трек-листом. Тут, как говорится, без комментариев. В Чехословакии этот альбом вышел аж в 1991 году, цена на него сейчас составляет целых 100 долларов. В Греции в 1992 году он вышел, и сейчас стоит примерно 65. В 2001 году этот альбом также переиздался в Европе на Легли Вертиго. Что там по звуку, не могу сказать, но цена привлекает. Всего лишь 35 долларов. В 2008 году этот альбом переиздался не только на одном виниле, но и опять же на сорокопятках. Вроде как считается аудиофильское издание, но не ведитесь на это, звук там плохо. Отпечатаны они также, насколько я помню, в Чехии, и по матрицам Universal от Warner Bros. не отличается. То есть звук, по сути, там одинаковый. Цены на двойники от Universal сейчас начинаются от 45 долларов, на двойниках от Warner Bros. от 60. На Легли Блэйкнет этот альбом выходил в 2014, 2015 и 2017 годах. Американские и европейские издания на Блэйкнет немножко, но отличаются по матрицам, поэтому в звуке тоже могут быть небольшие отличия. Также в 2017 году выходил вот такой вот подарочный огромный супер-делюкс-бокс, который содержит в себе альбом на виниле, концерт на виниле, 9 компакт-дисков, 2 DVD, аудиокассету, 6 значков и 108-страничную книгу. Все бы хорошо, но возникает вопрос, если собирать альбомы-металлики вот в таких вот боксах, куда же их все ставить? Что ж, давайте теперь потихоньку перейдем к выводам. Что бы я посоветовал? Американский пресс на лебле Электро за свои деньги звучит превосходно. Могу рекомендовать. Также обязательно послушайте Music4Nations. Мне кажется, что это издание также не уступает абсолютно американскому первому прессу, а где-то даже и превосходит. Существенным плюсом также является еще и постер. Японское издание, в общем-то, не вижу смысла покупать, даже с учетом того, что по звуку оно превосходное, но все-таки слишком переоценено. Особенно дело касается полного комплекта. Vertigo. Очень хороший бюджетный вариант, с которым тоже я настоятельно рекомендую ознакомиться по сэмплам, которые будут находиться по ссылке в описании. Что же по переизданиям? Universal и Warner Bros. строго вычеркивайте из своих приоритетов. Никакого внимания не заслуживают. Что же по Blacknaut? Опять же, послушайте, возможно, кому-то понравится. В принципе, скорректировать АЧХ на Blacknaut переизданиях дело нехитрое, это несложно, если у вас есть темброблок на усилителе или же, скажем, головка звукоснимателя, которая задирает высокие частоты, то, может быть, вам это и понравится. Выходило также и огромное количество пиратских изданий. В частности, на пикчеры обратите внимание, вот это оригинальное издание, вот это неоригинальное издание, как мы видим, отличается наличием у оригинального издания штрих-кода. В остальном оно очень-очень похоже на оригинал. Другие же пиратские издания на пикчер-венилах отличались оформлением, поэтому имейте в виду, как должен выглядеть оригинальный пикчер. Ну и на самом деле покупать пикчер такое себе дело не советую. Помимо этого, конечно же, выходили одноцветные корейцы, которые уже никого не удивляют своим наличием, то, что это явно что-то пиратское, неофициальное. Часто подделывались Music for Nations издания на одном виниле. Строго не рекомендую. Во-первых, оригинал звучит откровенно плохо, так здесь еще и его и пиратели. Ну а в заключение хочу поблагодарить Петра Комиссарова, который предоставил свои экземпляры из коллекции. Это первое японское издание и переиздание на лейбле Blacktop. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Счастливо!